Жизни в космосе нет. И не должно быть. Но однажды там появились живые корабли. И тогда кровь стала литься даже в космосе. Этими самыми кораблями командуют совершенно разные люди. Есть три коалиции, отличающихся друг от друга некоторыми полезными качествами особо ценных кораблей. Есть и неорганические флоты, но они проигрывают органическим в приспособляемости к условиям, и, соответственно, вероятность выжить у них значительно ниже. Одним из органических флотов командует молодой командир, чья цель — найти таинственный артефакт, влияющий на жизнь во всей Вселенной. Вообще-то этот предмет когда-то должен был отыскать еще отец командира, но у того ничего не получилось, и теперь молодости поручено доказать, что ей дорога не только на Земле, но и в космосе. Видов живых кораблей немного, но это и не важно. Их главная особенность в том, что только выйдя с верфи, они совершенно беззащитны. У них нет ни одной пушки, чтобы разить врагов. Для их вооружения нужны гены. Стоит встроить ракетный ген в системы корабля, как тот отрастит ракетные пилоны. Внедрив в корабельный организм два таких гена, вы вдвое усилите поражающую мощь ракет. Впрочем, для генов есть уровни. Поэтому ограничение по количеству мест в генетической картине корабля отлично обходится установкой нужного экземпляра, например, пятого уровня. И он заменит пять аналогичных, но первого уровня. Столь нужные нам средства оснащения кораблей вышибаются из аналогичных кораблей противника, случайных монстров, а могут и просто клонироваться в лабораториях. К сожалению, там можно лишь делать дубликаты особо удачных образцов, но никак не создавать свои собственные. Ввод в игру генов как строительного материала наложил свой отпечаток на тактику. Ведь гены не вживляются в структуру корабля навечно, и их можно в любой момент снять и заменить на более нужные. В результате на арены космических боев пришли эскадры-мутанты, которые держат свои козырные тузы в кармане. Ибо всегда можно изменить ход боя в свою пользу, лишь поменяв несколько генов в структуре кораблей. Поэтому необязательно иметь эскадру на конкретные случаи жизни, можно перевооружить ее прямо в бою, выбрав правильные пушки. Конечно, за такие возможности приходится и расплачиваться. Так замена гена стоит времени, и чем выше уровень гена, тем дольше он будет сниматься и устанавливаться. Это значит, что кое-какой набор все же стоит установить заранее. Как вариант, есть еще неорганические пушки, они устанавливаются куда быстрее. Но что логично, толку от них тоже заметно меньше. К сожалению, сами битвы реализованы не на высшем уровне. В то время как с генами можно мудрить по-всякому, тактика боя проявлена слабовато. Корабли радостно сбиваются в кучки и толпой ведут беспорядочный огонь по противнику. Построения отсутствуют как класс. Тем не менее, победа часто достается не тому, у кого больше пушек, а выпадает на долю хитреца, вовремя применившего полезные устройства типа замораживателя или собравшего более удачный генетический набор. Сюжет достоин отдельного рассказа. Согласно получаемым заданиям, мы можем запросто сражаться с теми, кто в предыдущей миссии был нашим врагом против прежнего союзника. На разговоры можно влиять, задавая им настроение, и тогда не ключевые ветки сюжета будут заканчиваться совершенно по-разному. Можно заключать договора и обретать союзников, которые позже могут помочь на поле боя. Наконец, у главного героя есть даже любовная линия. Эх, если бы хотя бы часть всей этой изобретательности довложить в разработку тактики боев. Итак, перед нами стратегии для тех игроков, кто любит перемены, тех, кто умеет вовремя выхватывать козыри из рукава. Пусть удалось далеко не все, но игре нельзя отказать в оригинальности. Попробуйте, и, может быть, ваши живые корабли отправятся в дальнейшем захватывать новые просторы в пространстве интернета. Космическая стратегия, в которой все не как у всех. Есть много интересных находок, но подкачала реализация. Однако, если хочется чего-то необычного, то эта игра станет замечательным выбором.